Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Сегодня очень хороший день на улице, очень хороший. Снежок идёт, я так думаю, что мягенько. Мы решили с Борисом пойти погулять. Погулять, ну, заодно и посмотреть мне домашнюю одежду. А то домашняя одежда, она выходит из строя быстро. Вот, и хочется что-то новенькое. Надоело себя в зеркале видеть в одном и том же. Вот, поэтому пойдём, сейчас походим, пройдёмся по магазинам. Ну, посмотрим. Кое-что куплю для рецепта, потому что хотела поснимать рецепты. Накопились, можно поснимать интересное. Вот, ну всё. Отправляемся. Ты готов? Как Гагарин и Титов? Нет, ещё. В нашей семье я собираюсь быстрее, чем Борис. Верно? Мне ещё накачиваться надо. Я уже всё надела, всё. Мне жарко, мне жарко, мне жарко. Какая же красота. Пока ходили-бродили, уже наступил вечер. Ой, как здорово в Москве, снежок. Ну вот она и зима наступила, после крещения. После того, как я с дачи уехал. После того, как ты с дачи уехал, да? Ты сидел, там было тепло. Была бы вечная весна. Ага. Или осень. Понятно. То есть, если нам нужна вечная весна и осень, тебе надо сидеть на даче. Мы решили с Борисом зайти в пятёрочку. Мне нужна кукуруза. Вот я возьму две баночки. Так. Ещё маме нужны оливки. Тесто есть. Тесто? Зачем? Не, тесто я буду своё делать. Ты что, своё. Так, ну что, оливки-то я так и не посмотрела. Борис меня сбил с толку. Так, ну что тут? Больше вроде ничего не надо. Из того, что здесь есть. То, что я помню. Так, горошек не надо. Этого ничего не надо. Ну, Борис говорил, купи здесь семечки. Ну, я просто люблю семечки, ребята. Я извиняюсь. Но мои хохлядские корни украинские так проявляются. Очень люблю. Ну, здесь вот семечки 45. Нет. Я беру себе масляночку. Увидела вафельки топлёное молочко. Ну, они очень вкусные для кофе. Надо взять. Борис говорит, огурчик нашёл. Я говорю, бери огурчик. Он говорит, один. Ну, пришлось идти за ним. Ну, да, вот этот тоненький и бери. Его нам хватит. Возьми два. Ещё маме с тётей. Вот этот тоненький бери. Он хороший. Не, не надо, не надо. Бери вот эти. Вот этот и ещё. Тоненький. Тоненький найди, да, маме с тётей. Очень хороший. Вот эти два и возьмём. Нам хватит и им хватит. Ага. Молодец. Я огурчик не нашла. Точно. Ты мне помощник. Такой тоненький. Такой тоненький. Ты спец по тоненьким огурчикам? Тоненький огурчик. Кстати, моркови у нас нет. Да, я сегодня на рецепт последнее взяла. Штучки четыре возьми, больше не надо. Хорошо? Где у них пакеты? Пакеты где-то есть. Для салатика нам нужны ещё крабовые палочки. Ой. Или крабовое мясо. Палочки, конечно, более удобно резать. Вот крабовые палочки. Вот эти вот, наверное, и возьмём. Ну, а что, они же одинаковые, что крабовое мясо. Что то, что то синтетическое. Нет, маслиные. Нет, это не то. Вот это что-то я совсем не хочу. А вот это вот я возьму. Вот эти. Так, на салатик взяли. Нашли мы маслины. Взяли маме с тётей две баночки. Борис держит в руках. Но цены здесь нет. Они, наверное, бесценные. Ну, и цена просто не указана. Ну, ладно. Мы всё равно взяли. Мини. Мини? Ну, пускай мини будут. Нам ещё нужно найти дрожжи. Свеженькие для пирогов. Я задумала пироги. Сейчас мы с вами поищем. 11 грамм дрожжи будет. Прям пакетик 11 грамм должен быть. А где они? Чуть я их наверху не вижу. Ага. Вот здесь, наверное. Вот я нашла дрожжи. Доктор Эдкер. Быстродействующие. Но вот эти вот мне и нужны. Так, на 500 граммов муки. А вес-то сколько? Не указывают. А на чеки 7 грамм. 7 грамм это мало. Значит, берём два пакета. А, вот ещё дрожжи. Вот 11 грамм. Да софт момент. Интересно, а что лучше? Софт момент, быстродействующие. 11 грамм. Оторвёшь? 2. 1. У меня дома есть, но просто я посвежее. Глазурь есть. Много всего. Лимон мы покупаем не всегда. И вот увидели цедру лимона. Ну а что? Здорово. Если не всегда покупаешь. 50 грамм. Я себе взяла один пакетик. Что, редис? За 16 дней созревает. На заборе тоже написано. Боря, а там стройка. Нет, он почти созревает. Потом. Потом. Всё потом. Семена есть всевозможные. Пятёрочки. Ну, моих огурцов здесь, конечно, нет. Китайских холодоустойчивых. О, Господи. Что за звон в магазине. Так, продукт можно уронить и разбить. Так, ну и что? Мы с тобой вроде бы всё взяли, да? Ну, не знаю. Всё. Кефир, кефир, Боря, кефир. Ну вот, кефир можно обычный взять. 3-2. Домик в деревне. Ну и допить его потом. Вот этот домик в деревне возьмём. Обычный, стандартный. Ничего особенного для него вообще не нужно. А молока не взять на кашу? Будешь кашу есть? Что-то мы давно кашу не варили. Не хочешь? Давай. Да ладно тебе, что воля, что не воля. Давай Брест литовское возьмём. Молочко. Я, например, хочу кашу. Почему-то я захотела кашу очень-очень. Ну, захотела, значит, будет нам каша. Традиции и качества. Ну, остальное вроде всё есть у нас. Больше ничего не надо. Вот такую сумку набрали. Я взяла замороженные крабовые палочки. Оказывается, вот ещё какие есть. Смотрите. С мягким сыром, меридиан. Но они не замороженные. А салат я хочу сделать сегодня. Может быть, что лучше? Или всё-таки крабовое мясо? Что лучше-то взять, ребята? Так, или крабовые палочки охлаждённые. Вот такие вот обычные. Не знаю, пока решить не могу. Так, или вот палочки. Снежный краб. Это я маме с тёте из них готовила. Этих, что ли, взять по 69 рублей две штуки. Какая разница? Вот крабовые палочки, они и в Африке крабовые палочки. Всё, уговорили. Беру вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти две возьму. А ту замороженную положу. Так. Ну, вроде как, всё. Лаваш тут такой? Не тоже? Нет, такой. Лаваш такой. Бери. Ага. Ну, вот мне пришлось вернуться к холодильнику, чтобы положить крабовые палочки. Ну, раз они тут замороженные, значит, они тут и должны лежать. Я потеряла Бориса. Внешний вид у меня, конечно, ужасный. Ну, я потеряла Бориса. Где он у меня ходит? Где он бродит? О, нет, не нашла. Надо дать объявление. Потерялся мальчик Борис. Вас ожидает жена. Указ. Куда он делся-то? Длинный, большой. А нигде его нет. Я его ищу, а он меня. Куда он подевался-то? Ну, тебя ищу, конечно. Ты где ходишь-то? Ты куда-то исчезла. Куда я исчезла? Я пошла крабовые палочки на место положить замороженные. Борька уже привык к камере, что я хожу, снимаю. А в магазине задают вопрос, да, что это у вас, что за аппарат. Они думают, что это аппарат для измерения фруктов и овощей, продуктов на гербициды. Пакет нам нужен? Пакет? Нет, у меня пакет есть в сумке. Пакет нам не нужен. У нас на Полярной открылся новый магазин. Здесь раньше был Сбербанк. Вот мебель для дома. Шкафы, кухня. Ну, у нас кухонный стол есть, но он, конечно, старенький. Но у нас здесь мебельных магазинов очень много. Вон там вот вдалеке магазин мебель Медведкова. Раньше он назывался Столы и стулья. Потом в Перекрестке там тоже мебель. И в каждом доме с торца везде мебель. Везде мебельные магазины. И вот еще один мебельный магазин. Очень интересно. Сейчас зайдем с вами посмотрим, что там интересного и какие цены. Здравствуйте. А Столы и Кухонные где можно посмотреть? Ну, вот здесь что-то представлено на витрине. А там покрасное масло. Понятно. С Новосельем вас? С Новосельем. Очень приятный столик. Я бы взяла себе светлый. Так. Нет. Это какой-то очень уж... Тут же доиспешный. Борис хочет стеклянный. Я не знаю, как относиться к стеклянному. Вот еще кое-что есть. Но кухня нас пока не интересует. Ну, а пока все это стадия стабилизации. Ну, ничего особенного в магазине нет. Ну, а что я хотела особенное? Ничего особенного там быть не может. Вот. Мебель она и в Африке мебель. Практически везде одинаковая. Ну, посмотрим, когда они все там сделают. Посмотрим. Может быть, что-то завезут интересное. Да у нас везде мебельный магазин. Они с Полярной 10 переехали. Мы пришли с Борисом из магазина. Ну, купили разные продукты. Сейчас я покажу, что мы купили. Но также мы купили мне еще и домашнюю одежду. Но домашнюю одежду я покажу в конце влога. А сейчас я буду готовить ужин. Ну, такой легенький ужин. Я хочу просто отварить картошку с маслом. Разделать селедку с нашим маринованным лучком. Помните, мы делали маринованный лучок? Очень вкусно будет. И сделать салатик. А вот салатик, какой я буду делать, я вам сейчас покажу. Многие из вас наверняка уже знают, что это за салатик. И наверняка делают его. Но на всякий случай я просто хочу вам напомнить, что можно сделать из совершенно простых и недорогих продуктов. Легкий, но очень вкусный салат. Ну, во-первых, мы купили вот такую селедку. Написано без консервантов и без усилителя вкуса. Вот такая вот она огромная. С красными глазами. Мне еще сто лет назад говорили, что если селедка свежая, то у нее должны быть обязательно красные глаза. Ой, ребята, а там икра. Значит, мы купили вот такую девицу. Девицу-селедку. Ну, в общем, я ее разделаю. Ну, а пока я сделаю салатик. Для салатика, который я буду делать, который любят мама и тетя, нам понадобится кукуруза, баночка кукурузы, свежий огурчик, ну, не весь, крабовые палочки, так, и пекинская капуста. Сейчас я ее принесу из холодильника. Вот, пекинская капуста, которую я резала для пирожков. Немножко оставила. Так, нам потребуются маслины, нам потребуется майонез, совершенно любой, и три отварных яйца. И будет у нас с вами счастье, и будет прекрасный салат. Упаковку палочек можно одну, можно два. Кто сколько любит. Кто любит палочки, добавьте побольше, не испортите. Так, теперь берем салатник. Салатник я достала. Я сюда насыпаю немного пекинской капусты. Я не буду делать салата много, а сделаю его только нам с Борисом на ужин. И все. Иначе этот салат дает много сока. И если вы его уберете в холодильник, у вас салат будет плавать в соке. Что я буду делать сейчас? Пекинскую капусту нарезанную положила. Сейчас я буду резать огурец. Я буду открывать и резать крабовые палочки. Я почищу и порежу три огурца. Открою банку кукурузы. И открою банку маслин. И порежу их кружочками. И добавлю вот сюда в салатник. Потом посолю, добавлю майонез. И салат будет готов. Пекинская капусту нарезанную положила. И я буду делать салатник. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой прекрасный салат из крабовых палочек у меня получился. Я думаю, что этот салат подойдёт не только к обеду, к завтраку и ужину, но и на перекус. А почему нет? Лёгкий, вкусный и сытный. И я решила обновить парк своих домашних костюмчиков. А то всё одни и те же, одни и те же. Вот приобрела вот такой костюмчик домашний. Ивановский текстиль. Мне кажется, что он очень даже неплох. Свободная вот такая футболочка. Длинные брюки. Знаете, что не хватает в этой футболке? Это вот либо таких, либо вот таких карманов. А так, честно говоря, мне костюм очень нравится. Вот такой вот костюмчик. Ну, правда, для моего размера, видите, как получается. Мне нужно либо похудеть, либо мне нужно поправиться. Вот здесь мне нужно поправиться. А вот здесь мне нужно похудеть. Потому что или брюки. Вот они узкие и длинные. Длинные, ладно, это не важно. Но они всё-таки узкие. Мне кажется, домашние брюки должны быть немножко посвободнее. Вот, посвободнее. Но вообще этот костюмчик мне очень-очень нравится. Ну, после стирки, я думаю, он немножечко подсядет. Но подсядут и брюки, подсядет и футболка. И брюки, возможно, не нарезут. Вот. Ну, вообще костюм, конечно, очень нравится. Вот. Симпатичный. Я смотрю в сервант на себя, и мне очень нравится. Очень-очень-очень. Очень такой весёленький. Хоть и домашний. Вот. Очень даже неплохо. В своих валеных тапочках. Практически в валенках. Но вот брюки я бы хотела либо пошире, либо чтобы они были вот так вот чуть ниже колена. Но всё-таки вот пошире. Всё-таки пошире. Потому что брюки уже обтягивают далеко не стройные ноги. Ну, футболочку хотелось. Может быть, вот здесь резиночку как-то потуже, чтобы она держалась на бедрах. Ну, вот я как-то вот так люблю. Либо карман здесь типа кенгуру. Ну, вот люблю такое. Ну, это тоже хорошо. Вот такой домашний костюмчик. Теперь буду вот так рассекать по дому. Ничего, правда? Сейчас ещё кое-что покажу. Вот ещё одно домашнее сочетание. Брюк у меня много. Ну, вот ещё приобрела вот такую рубашечку. Но это тоже для домашнего пользования. Вместо халата. Вот такая рука в три четверти. Ничего не мешается. Здесь молния. Но это так, бутафория. Здесь кармашков нет. Хотя, наверное, и не помешали бы. Я думаю, так. Ну, это тоже для дома. Вот. Чтобы дома ходить прилично одетой. Все остальные костюмчики мне надоели. Ну, вот я решила приобрести несколько вещей. Кстати, очень недорогих. В магазине киргизской одежды. И буду вот так вот ходить дома. По-моему, неплохо. Причём можно одеть и синими штанами, и с чёрными штанами. А штанов, как я сказала, у меня уже много. Накопилось. Так что буду вот такая ходить. Красивая-красивая. Да. Ну что, великомученица? Куда пошла? Спряталась за папу. Но это не означает, что я не права. Отдай ухо. Всё равно не ешь. Женька прячется. Женя, куда ты это ухо потащила? Куда потащила ухо? Не, ну ты посмотри, ходит с этим ухом, да, и пытается его куда-то спрятать. Моё ухо. Не твоё. Ты Жене отдал, это Жене на ухо. Отдай ухо. Отдай ухо. Белое такое ухо торчит. И есть, не ест. И во рту держит. Отдай. Булька её пытается поймать. Отдай ухо, тебе говорят. Женя, отдай ухо. Собака страшная. Убежала. Фыр-фыр. Замечательно сегодня с Борисом погуляли. Очень мне понравилось. Погода в Москве была прекрасная, тёплая, снежок. Знаете, такая лёгкая, хорошая зима. Очень понравилась. Рецепт мы с вами приготовили. Сделали салатик. Ну, этот салатик, такой, знаете, вот обычный совершенно рецепт. Вы наверняка все его знаете. Я его давно знаю. Только забываю готовить. Просто забываю. Лёгкий, простой, вкусный. Ну, это вот как напоминалочка вам. Чтобы не забывали готовить. У мамы-то я его часто готовлю. Девочки мои любят его. Борис там кино смотрит. Особенность эмоциональной охоты. А я сейчас, наверное, почитаю. Помните, вы мне советовали книгу почитать? Александры Брунштейн. Дорога уходит вдаль. Не идёт у меня эта книга, ребята. Я не знаю почему. Не идёт. Вот закладка лежит на 55-й странице. Дальше никак. И то, почему-то читается с трудом. Может быть, не моё. Ведь так же бывает. Аллочка мне давным-давно дала книгу Стивена Кинга «Под куполом». Я люблю фантастику. Наверное, Аллочка у меня. Любую люблю фантастику. Научную, космическую, с пришельцами. Ну, там, со всякими цунами, наводнениями, приключениями. Очень люблю. Может быть, пойдёт Стивен Кинг. Очень хочу почитать. Просто лечь на диван. Вот, знаете, открыть книгу и читать. Раньше я была заядлым книголюбом. Было тогда такое общество, общество книголюбов. Читала много. Ребят, просто открыла книгу «Под куполом». И здесь глава называется «Полная мутня». Ну, как читать книгу, у которой глава называется «Полная мутня»? Ну, я попробую. Чтобы хотя бы знать, что это за книга. Так что вот так закончится мой вечер. С книжкой в руке. Да, у многих у вас, наверное, такое происходит. С книжкой в руке заканчивается вечер. А на этом я сегодняшний влог хочу закончить. Я рада, что сегодня был такой спокойный день. Мне суматошно. Надеюсь, у вас тоже был такой хороший день. Всем-всем, мои хорошие. Всего самого-самого доброго. Самого хорошего. Самого доброго. Кто ложится спать, там спокойная ночь. Кто рано встает, там будет доброе утро. Пока-пока.